Огромный привет всем зрителям моего канала! Меня зовут Юля и сегодня выпуск номер 2 в уходе за лицом. Если вы не смотрели первый выпуск, я вам внизу оставлю ссылочку на него. А сегодня я расскажу про свои ритуалы вечерние, что я произвожу с кожей лица. Надеюсь, это видео будет вам интересным. Перед сном, когда я хочу очистить кожу лица от декоративной косметики, от макияжа, я пользуюсь либо мицеллярной водой, либо гидрофильным маслом, либо двухфазным средством, в зависимости от того, насколько у меня макияж сильный или нет, водостойкий или нет. У меня сейчас линейка самая обычная, самая недорогая. Например, я сейчас пользуюсь мицеллярной водой от Навита, но вам порекомендовать, к сожалению, не могу, потому что осталась недовольна. Скорее всего, его уже добью и закончу, но больше покупать не буду. И после того, как я смыла косметику, безусловно, нужно смывать так, чтобы не жалеть ватные диски. Я уже говорила, если вы на каждый глаз используете, то должно быть минимум два диска. Если губы, например, накрашены очень яркой помадой, которая не смывается так просто, то на нее отдельный ватный диск не жалейте. И как только вы уже полностью смыли декоративную косметику, затем я перехожу к умыванию лица гелем для лица. У меня также сейчас Навита, ничего особенного, самый обычный гель для умывания. Но, в принципе, со своей задачей справляется. Я очень часто его использую в дуэте с щеточкой, которую вам уже когда-то ранее показывала. Она хорошо его вспенивает и, в принципе, очищение происходит быстро. Затем я промакиваю лицо бумажным полотенцем, как уже вам показывала, одноразовым. Очень люблю такие полотенца, потому что они действительно кожу лица не травмируют. Вы аккуратненько промакиваете, не боитесь, что какие-то микробы перенеслись на лицо. Очень все гигиенично. Если у вас есть возможность, обязательно пользуйтесь одноразовыми полотенцами. После этого я обязательно протираю кожу лица тоником. Сейчас у меня от фирмы Виши. Я вам ссылочки, как всегда, оставлю внизу. Покупала всю линейку Виши в интернет-магазине Natina и очень осталась довольна данной линейкой. После того, как я освежила лицо тоником, я обязательно наношу либо маску, например, тканевую на лицо, либо это может быть не тканевая маска. Стараюсь маски делать раза два в неделю. Если я маски не использую, то я просто наношу под глаза крем и затем пользуюсь ночным вариантом Виши Slow Age. Он такого интересного темно-коричневого оттенка. Просто беру какую-то ватную палочку, набираю, точечно наношу по лицу и по шее и хорошенечко так наношу. В принципе, достаточно таким нормальным слоем, не сильно тонким. Могу сказать, что данный крем выполнен тоже в такой вот хорошей стеклянной бутылочке, качественной, по аромату интересный. Меня, конечно, на первый взгляд испугал цвет его, но в принципе сказать, что там как-то кожа сильно окрашивается, нет. Есть какой-то небольшой такой коричневатый подтон, но он незаметен на лице. В принципе, хорошо крем справляется, ночью хорошо питает лицо. Лицо на утро выглядит свежим, отдохнувшим. Обязательно его наношу и на лицо, и на шее у него очень приятный аромат. После того, как через 5 минут после нанесения я его промакиваю вот такими вот тоненькими полотенечками для рук или для чего. Это просто как салфеточки я слегка промакаю, потому что все-таки перед сном не нужно, чтобы излишки крема оставались на лице. Лучше вы нанесете больше, но потом промакнете. Чем, например, будете не промакивая, а наносить чуть-чуть, вам будет казаться, что вот вроде никаких излишков нет, а на самом деле эти излишки могут потом вызвать на лице раздражение, лучше промакивать. Кроме этого, я бывает в вечерние ритуалы включаю какие-то маски-пленки, например, вот такие вот черные от Витекс, или это просто могут быть какие-то наклейки для Т-зоны, для избавления от черных точек. Или провожу аппаратом процедуру микродермабразия, которую я вам также ранее рассказывала, но это не чаще, чем раз в две недели. Салонными процедурами по уходу за лицом я не пользовалась никогда в своей жизни, никогда не ходила, ничего с лицом не делала и пока что не планирую, хотя в принципе считаю, что уже может быть и нужно, но я пока не могу доверить своё лицо никому, пока нет каких-то глобальных проблем, я, наверное, и не пойду. Ну и безусловно, витамины изнутри, они также отражаются на коже лица, питьевой режим, то, что вы применяете в пищу ежедневно, овощи, фрукты, ну и обычные синтетические витамины, мне кажется, они также несут свою пользу, особенно в такой период, когда закончилась зима, как сейчас, наступает весна и идёт нехватка, скажем так, полезных компонентов, поэтому нужно стараться свою кожу лица питать и снаружи, и изнутри. Если вы можете себе позволить купить какую-то хорошую качественную линейку в уходе за лицом, то обязательно это делайте и также подкрепляйте всё это изнутри витаминами. Кстати, хотела вам показать, что в этот раз в посылке на Тину вместе с этой линейкой мне в подарок пришла вот такая вот матовая помада Kiss Prof Matte Lipstick в оттенке W191, и вы знаете, мне она очень понравилась, сейчас я её даже нанесла на губы, не знаю, сколько она точно стоит, я вам её поближе покажу, посмотрите на сайте на Тина, это, по-моему, вообще какой-то пробник был, но не знаю, есть ли такого варианта пробники, потому что оно писалось как подарок пробнике, я думала, что придёт такая маленькая штучка, а пришла бы такая вот полноценная версия. Я осталась довольна своим заказом, спасибо, что досмотрели моё видео до конца, мы с вами встретимся в следующих выпусках, до скорой встречи, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!